Одну из лекций Казанский университет организовал для школьников на площадке полилингвального комплекса «Дымнар». Все подробности далее. Погрузил школьников в увлекательный мир китаведения профессор Института международных отношений Дмитрий Мартынов. Он рассказал ребятам о Никите Бичурине. Это поистине культовая фигура, культовая в Петербурге, культовая на его малой родине в Чувашии, культовая в Казани, где он учился, и, кстати, Казани он завещал все свои рукописи. Это пример удивительной судьбы человека, который ухитрился из самых-самых низов общества в России времен Екатерины II. Он мог буквально выломаться благодаря своему колоссальному таланту, благодаря своему поразительному трудолюбию. Никита Бичурин попал в Китай, который 200 лет назад казался еще совсем далекой планетой и стал первым выдающимся русским китаеведом, арбитром для западного научного мира. Дмитрий Мартынов подчеркнул, что многие его труды до сих пор находятся в рукописи и нуждаются в обработке. Причем вот особенность гуманитарного знания в том, что эти все вещи не устаревают. Скорее даже наоборот, они приобретают гораздо большую ценность, потому что мир меняется, потому что реалии, в которых они были созданы, ушли уже куда-то в прошлое, стало быть, они являются такой уникальной капсулой времени, которая нам позволяет такой вот надежный фундамент создать и на основе его уверенно двигаться в будущее. К слову, ребята уже знакомы с Институтом международных отношений, который регулярно организует профориентационные мероприятия в комплексе «Адамнар», а также проводит занятия преподавателя института со школьниками. Диана Желенкова, Фаридя Хитоглы, Универ Ньюс.